Приветствую, я Василий Голованов, мой собеседник сегодня Борис Пинкус, лидер республиканской партии по 45-му избирательному округу Нью-Йорка. Борис, приветствую вас. Добрый вечер, рад вас видеть и слышать. Слава Украине. Хероям слава. Дякую. Начну я традиционно с благодарности вооруженным силам Украины за ИСУ, за то, что у меня, находясь в Киеве, есть возможность записывать это интервью. Я перед каждым эфиром, перед каждым интервью готовлюсь, просматриваю материалы разных информагентств, разных телеканалов. И вот сегодня, готовясь к нашему разговору, я зашел на страницы CNN и Fox News и обратил внимание, что на странице на Fox News всего лишь одна новость посвящена войне в Украине. На CNN три материала про войну. И это при том, что на главной новости порядка 30-40 материалов там в виде анонсов размещены. На Fox News главная новость. Федеральный суд отклонил протест спортсменок против политики Коннектик, это в отношении трансгендерного спорта, самый большой баннер. На CNN брендируйте как Бекхэм, как этот чемпионат мира повлиял на бренды, связанные с ним. Борис, неужели тема трансгендеров в спорте и бренда Бекхэма важнее, чем война в Украине? Вы абсолютно правы. Самое страшное, Василий, сегодня – это принуждение мировой общественности к привыканию к тому, что происходит в Украине. То есть сделать так, чтобы война в Украине стала нормой общественной жизни. Ну, идет война и идет. Какое нам дело до этого? Нас это не касается. Вот это самое страшное. И даже CNN, который всегда является лидером в вопросах внешних, касающихся Америки, безопасности, к примеру, наших партнеров, друзей, казалось бы, самый всезнающий, самый популярный CNN, даже он, CNN, сократил время, отводимое Украине. Я знаю поименно тех журналистов CNN, которые работают в Украине. Они обязательно каждый день лайф выходят в эфиры и рассказывают о том, что происходит. И тем не менее, CNN сократил тоже. Вот это самое страшное. Это говорит о том, что если мы перестанем на информационном поле информировать народы мира о том, что происходит в Украине, завтра это может сказаться даже на помощи, оказываемой Украине. Вот это самое страшное. Почему? Да потому что та помощь, которая, пусть даже с большим опозданием, стала оказываться Украине, она была благодаря тому, что первой победой Украины была ее победа на информационном поле. Именно благодаря вам, журналистам Украины, удалось привлечь внимание общественности к той трагедии, которая имеет место сегодня на украинской земле. Так вот, несмотря на то, что украинское руководство добилось очень многого, самым умным шагом был выход президента Зеленского напрямую к президентам стран, Содружества западных стран и законодателям. Прекраснейшие обращения были. Это работало. Ни одно из информационных агентств западных стран не оставило это без внимания. Более того, оно имело потрясающее эхо, отразилось на средствах массовой информации местных стран, локальных СМИ, и Америки, например, и западных стран, Западной Европы. К сожалению, что происходит сегодня? Почему вот такое мы имеем? Добавлю к этому, опять появилось имя Киссинджера. Казалось бы, ушел в забвение, 99 лет, но оставьте старика в покое. Ну, вы думаете, что кто-то его... Да, абсолютно. Но он же постоянно с врачами. Там и капельницы, анализы сдавать и так далее. И вдруг к нему опять обращаются те, с кем он близок. А кто они? Конечно, те, кто заражен вирусом синдрома Макрона. А говорят, господин Киссинджер, вот смотрите, война продолжается. Ну, как-то плохо все это. Инфляция высокая. В Европе смотрите, что творится. Ну, надо что-то же делать, ну, надо завязывать с этим. Вы Россию хорошо знаете, тем более Путин ваш друг. И вот он выкидывает очередной номер, который полностью противоположен тому, что последний раз он говорил. Вы помните, последний раз он говорил о том, что, да, это агрессия, Украина имеет право защищать свои границы, и надо помогать Украине. А сегодня он уже говорит, так давайте вернемся к границам 24 февраля. Значит, давайте, то есть, другими словами, оставим Крым и Донецк, и Луганск. Как это было до этого, в руках Путина. И уже проведем даже референдум. И вы обратите внимание, до такой глупости просто. Это уму непостижимо. Конечно. Но кому-то же это надо было. Это не случайно сделано. И началось муссирование высказываний Киссинджера, этого патриарха мировой дипломатии. Но проблема вся в том, что при всех заслугах Киссинджера, действительно он талантливейший, умнейший человек, но его эпоха прошла. Сегодня мир столкнулся с маньяком, с бандитом, который имеет доступ к ядерному оружию. Этого не было при Киссинджере. Никогда. Его дипломатия работала в других условиях. Сегодня новое время. Поэтому я сразу же перекину мостик к Трампу, который не может сегодня быть президентом Америки. Его эпоха тоже прошла. Сегодня новое время. Время трезвых взглядов. Байден уже погружается в этом или тоже, потому что он с той эпохи. Его решения не отвечают тем требованиям, которые сегодня выложены в потрясающем интервью. Генерала Залужного в английскому изданию «Экономист». Он прекрасно изложил все. Обрисовал все, как есть и как должно быть. Никакого отклонения от предложений Залужного не должно быть. Если мы действительно настроены на победу Украины. Не случайно сегодня и там, и здесь раздаются вслух голоса, которые у вас и у меня о том, что если бы Америка захотела, война бы закончилась даже не сегодня, а 6-7-8 месяцев назад. А почему мы издеваемся над украинским народом? Вы мне скажите. Почему патриоты стали произноситься, они еще не поставлены, только стали вслух говориться о том, что Пентагон представил на подпись Байдену. Обратите внимание, подпись. Это когда он еще подпишет, когда еще эти патриоты поступят, да еще сопровождается комментариями, что для того, чтобы освоить патриоты, нужно не меньше, чем 2, а то и 4 месяца. Мы не говорим о том, сколько патриотов нужно Украине. Речь идет об одном комплексе пока. Как спрашиваются, это бесится, вы знаете, это издевательство просто. Это настоящее издевательство. Поэтому вопрос крайне серьезный. Вы знаете, на мой взгляд, сегодня положение в Украине сложнее, даже чем это было 24 февраля. Намного сложнее. Я вам скажу почему. Вы посмотрите. 24 февраля, несмотря на то, что спецслужбы Америки информировали президента Зеленского о том, что ожидается атака, что будет нападение, будет агрессия, и Зеленскому было предложено выехать во имя спасения своей личной жизни. Другими словами, Запад был готов пожертвовать Украиной. Но украинский-то народ не сдался. Напротив, он, знаете, показал такое бесстрашие, такой героизм, что это шокировало Запад. Никто на Западе не ожидал этого. И где-то в течение месяца, месяца, это буквально даже меньше трех недель, когда украинский народ уже смог сгруппироваться, речь идет о армии, сгруппироваться и начинать оказывать достойное сопротивление. Но сегодня, я сравниваю с сегодняшним днем, казалось бы, после освобождения Херсона, и когда вся украинская армия находится на подъеме, во всяком случае, морально-психологическом, есть успехи, значит, можно идти вперед. Только помогите, дайте то, что нужно. И Украина продолжает настаивать на своем. Президент Зеленский не просит солдат НАТО. Нет. Дайте только оружие. Причем элементарное оружие. То и в ограниченном количестве. Не нужно, не ограничено. Дайте несколько. А нет, не хотя, разговоры только. И не знаю, на что еще рассчитывают они. Я знаю одно, что на Западе и против Байдена, и против того же Макрона, вечно больного своим вирусом, и Шольц при всем его героизме, который перенес метаморфозу, посмотрите, героически все-таки. Германия худо-бедно стала лучше помогать, чем это было даже несколько месяцев назад. И тем не менее, еще существует влияние тех так называемых миротворцев, которые говорят, а может быть есть смысл нам сегодня сесть за стол в переговорах с Путиным. Вы посмотрите, кто за ним. Ведь оппозиции нет. А Путин-то и разыгрывает свою потрясающую карту КГБшную, показывая везде, выставляя вперед того же Пригожина, который так и говорит, вот если не я, то вы будете иметь дело с ним. Я же с вами жил 22 года, мы торговали, я вам газ давал, я вам недь давал, а вы сегодня, посмотри, зима, вы мучаете свой народ. И вы думаете, случайно в Бельгии, буквально пару дней назад, около 20 тысяч бельгийцы вышли на улицы, требуя экономических послаблений, улучшений жизни и так далее. Это было не случайно совсем. Сейчас это может иметь цепную реакцию. То есть это то, на что Путин рассчитывает. Украинский народ-то не подастся. Нет света, нет тепла, в больницах неизвестно, что операции делают в подвалах, в бейсментах. Новорожденные появляются в подвалах. Украинский народ не ропчит. Нет. Народ верит в победу, в свою армию. А вот на Западе уже начинаются роптания. И вот вы затронули средства массовой информации. Они сегодня должны, как никогда, как с первого дня, показывать правду, реальную правду. Вот это тревожит, это беспокоит страшно. Еще раз повторю. Больше, чем в начале войны. Потому что сегодня число зараженных синдромом Макрона значительное. Оно, вот еще раз приведу пример, если оно прибегло опять покрывшимся этим, знаете, нафталином Киссинджера, это говорит о многом. Они сегодня пытаются сделать все возможное, чтобы свести на нет, чтобы не дать Украине победить. И только потому они это делают, что они почувствовали запах, вкус победы Украины. Они не хотят этого. Я боюсь этого. Вот это самое страшное. Не хотят еще есть другая причина, малоизвестная, малораспространяемая. Ведь вот эти глобальные изменения, которые произойдут непременно с победой Украины, и где лидером, несомненно, одним из мировых лидеров станет Украина, ведь большие тектонические изменения произойдут даже на карте политической. Я уже не говорю о том, что может быть новые союзы появятся, несомненно. Потребуется реформа того же НАТО, которое сегодня является бумажным тигром. И многих других союзов западных, в том числе Европейского экономического союза, не все хотят этого на Западе. Не хотят. Тем более, что вот этот блок Великобритания, Украина, Польша и прибалтийские страны, он все-таки имеет под собой основу. Обратите внимание, когда речь идет даже о принятии пакета девятого Европейским Союзом, сколько там противоречий. Вы посмотрите, сколько изнутри пытаются оставить каналов, связывающих Западную Европу с Путиным, то есть продолжая подпитывать его нефтедолларами. Вот они и есть те самые, которые не хотят победы Украины. Не хотят. Они не хотят терять свои позиции сегодняшние, даже в глобальном масштабе. Я не говорю о том, что происходит сегодня с Китаем. Вы посмотрите, что происходит. Китай вдруг публично заявивший, что он не поддерживает применение ядерного оружия Украиной и казалось бы Украиной прошу прощения Украиной, да, не поддерживает применение России ядерного против Украины, я уточню, прошу прощения, и вдруг сегодня начал наращивать экономические связы с Россией. Это говорит о том, что мы, Запад, прежде всего Байден, упускает потрясающую возможность привлечь на свою сторону Китай. Ведь он в своей инаугурационной речи, прекрасной речи, он назвал Россию, то есть Китай и Америку лидерами двуполярного мира. Он не назвал, не отнес Россию. Это очень важный вопрос. И он бросил вызов Байдену в тем, чтобы вести экономическое соревнование, диалог экономический, вместе работать. Казалось бы, тебе протянута рука, возьми за нее, сядь за стол переговоров, уговори его, чтобы Путина не было, сделай все возможное. А нет, этого нет, этого не происходит. Тянется время. Более того, учитывая плохое экономическое положение Китая сегодня внутри, рост пандемии, там, кстати, идет рост пандемии сегодня опять, Китай, не получив одобрения со стороны Байдена, снова начал наращивать экономические связи с Россией, увеличивая получение закуп энергоносителей. Этого не было даже месяц назад. Это ни к чему хорошему не приводит. Абсолютно нет. Поэтому сегодня мы на низах пытаемся объяснить членам комитета по иностранным делам, а вот два конгрессмена наши являют представителями Нью-Йорка, у нас есть сейчас планы встретить с ними, как только 3 января они начнут работать в новом режиме, у нас есть необходимость сделать большой акцент на этом, что Конгресс, который республиканцы много обещали, так пусть они сейчас докажут, республиканцы будучи в большинстве, насколько они могут заставить Байдена выполнять то, что мы уже обещали устами того же Остина, перевернуть небо и землю ради победы Украины. Так давайте мы это докажем на деле. И я, например, готовлю материал, где приводятся конкретные факты потери наших позиций на международном уровне в оказании помощи Украине. У меня есть серьезные цифры и, конечно же, главная ссылка будет на Китай. Это очень важный фактор, поэтому нам предстоит много работы и стыдно, честно говоря, при этом положении, при том воодушевлении, с которым ВСУ армия Украины воюет, нам не поддержать на том уровне, о котором говорит Залужный, причем, я повторю еще раз, я с удовольствием это говорю, сегодня Залужный, главнокомандующий военно-воздушных сил, вооруженных сил всей планеты Земля. Вы посмотрите, как стратегически верно, умно, исторически он все изложил по пунктам, что Западу некуда деваться. Это должна быть их карта, план, вот в этом объеме, в этих рамках Запад должен работать, если действительно Запад заинтересован в полной победе Украины. Мы продолжим, но я сейчас попрошу наших зрителей подписаться на YouTube канал Голованов, если вы нас смотрите на платформе Фабрика Новын, пожалуйста, найдите в описании ссылку на мой персональный канал, колокольчик, подписка, это важно для продвижения этого видео и канала в целом. И в целом поддержание информационной войны во имя победы Украины. Вы сказали про углубление экономических отношений Китая и России, а я с другой стороны еще зайду, но тоже с участием Китая. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин анонсировал совместную с Китаем, Турцией, Ираном и Пакистаном конференцию по противодействию терроризму. Борис, ну, это же не сошел с ума, это же аксимизм. Страна террорист будет проводить конференцию по проводению действия самой себе. Это минус Америки. Минус Америки. Во-первых, минус, потому что там Турция, член НАТО. Ну, я понимаю, Турция какую-то позитивную роль играет, этого нельзя отрицать. Безусловно. Да, это правда. Но есть рамки, есть, знаете, моральные еще рамки, я не говорю уже о физических таких контактах в оказании помощи России, например, как это происходит сегодня между Турцией и той же Россией. То есть, здесь мы недорабатываем в отношениях наших с Турцией особый разговор по отношению к Ирану. Ну, Иран давно входит в список стран спонсоров терроризма. Все санкции исчерпаны, казалось бы. Ну, что осталось? Осталось уничтожать, уничтожать те базы, те производства на территории Ирана, которые сегодня не просто производят дроны и поставляют террористу номер один, но и еще уже есть слухи довольно серьезных источников, что поставляют уже даже ракеты. Так что, чего мы ждем? Вы знаете, почему мы сегодня столкнулись вот с таким спонсором терроризма, как Иран, который ничего не боится? Я верну вас к временам Биби Натаниягу, который представил в Организации Объединенных Наций потрясающий доклад с демонстрацией документов, добытых Моссадом из Ирана, где четко показано, чем занимается Иран и что грозит мировому сообществу. Более того, вот с таким же материалом он выступал потом в Конгрессе в Америке, наперекор желанию Обамы. И даже после этого, казалось бы, вы смотрите, вот вам материал, готовый, не ЦРУ это сделало, а именно Израиль, маленькая страна, вам миру показывают, посмотрите, это же угроза всему мировому сообществу. Нет, проглотили. И вот сегодня мы имеем тот самый Иран, который плевать хотел на ту же Америку, на ту же Европу, открыто поддерживает террориста номер один с ядерной кнопкой и наращивает свои контакты. Поэтому единственный выход сегодня Байдена это не дожидаясь ничего, пусть даже сам он этого не делает, дай добро Израилю. Израиль знает, что делает с Ираном. А ведь сегодня на стороне Запада против Ирана не только Саудовская Аравия, но и весь Сунидский мир, Бахрейн, Эмираты, Катар тоже, хотя он считается шиитским, и тем не менее он побаивается Саудовской Аравии. Короче, сегодня плюс к этому добавьте общество иранское, там эти бушевания еще не утихли, народ еще возбужден, сегодня есть оппозиция мощная, у нас в Америке иранская оппозиция, и в Европе она еще есть достаточно сильная, помогите им вернуться, атакуйте, дайте возможность, если мы не будем атаковать хотя бы эти места, где находится производство и дронов, и тех ракет, о которых идет речь, этого будет достаточно, чтобы этот режим рухнул Хуминии, и народ Ирана выйдет на улицу, получив поддержку, вот это сегодня нужно делать, и тогда мы бы обрубили эту ось Москва-Тегеран, с другой стороны, а почему мы молчим, почему вдруг исчез Пакистан, обладатель с ядерным оружием, почему он не в орбите нашей, нашей западной, ведь откуда появилось ядерное оружие Пакистана, это все из Европы, это от нас же все это пришло, так почему мы, а вы знаете о том, что Америка вовлечена в обеспечение безопасности ядерного оружия Пакистана, мы должны сегодня слово сказать Пакистану, что пусть попробует он присоединиться к этой оси, со многими вытекающими последствиями, и чем дольше мы жеманничаем, чем больше мы балансируем, помочь не помочь Украине, помочь не помочь, тем хуже нам, всему сообществу мировому, я уже не говорю об Украине, нам, налогоплательщикам, нам придется платить за все это, с другой стороны, есть хорошие новости, есть генералы, которые готовы ввести войска в Украину, вот этот наш контингент пятитысячный, который в Румынии находится сегодня, уже есть сообщение о том, что генерал, возглавляющий этот контингент, готов ввести этот пятитысячный контингент на территорию Украины, по многим причинам, потому что сегодня там не только русские воюют, там кого только нет, и в Сирии есть, есть, и я уже не говорю о том, что Путин сегодня пытается, ведет переговоры с другими странами, чтобы привлечь в качестве армии, в свою армию и платить им большие деньги, это все есть, поэтому сегодня Америка имеет полное право принять участие, в войне против России. Борис, если бы вы смотрели российские пропагандистские ток-шоу, вы бы знали, что украинцы там практически и не воюют, а воюют одни американские наемники, французские наемники и всякие натовские, дальше нецензурное слово, опять же, в эфирах федеральных каналов российского пропагандистского телевидения, но вы считаете, что это возможно, что этот контингент может зайти в Украину, что для этого нужно, решение президента, конгресса, как эта процедура происходит? Я вам приведу пример начала 50-х прошлого века при великом, одном из величайших президентов Америки Генри Трумани в 51-й год, когда началась гражданская война в Корее, тогда Генри Трумани публично сказал, что Америка будет помогать оружием Южной Кореи, но никогда не ведет войска. И тем не менее, когда Америка почувствовала, что Северная Корея получает оружие и даже, даже офицеров, инструкторов и солдат из России и из Китая, вот тогда Америка была вынуждена вести свои войска. Мы потеряли в этой войне за три года 34 тысячи американцев. И мы не жалеем об этом. Благодаря нам мы сегодня имеем одну из самых развитых стран в мире Южную Корею. Так вот, давай перенесемся на нашу Украину. Есть поговорка, чем слыть лжецом, лучше быть им. Зачем нам слыть натовцами, которые воюют в Украине? Нам надо быть там. И пусть Путин попробует предпринять что-то. Мы же не на территории России, мы на территории Украины, которую Россия обманула нагло, нагло ворвалась в дома, насилует, душит, расстреливает, грабит, присваивает территории. Россия перечеркнула все существующие нормы международных отношений. НАТОвские, я говорю, ООНовские, прошу прощения, европейские. Очень многое, сегодня не осталось ничего правового, международного, чтобы Россия не нарушила. Ну, что же, чего мы ждем? Мы продолжаем в лице Байдена говорить, что мы не хотим эскалации на границах с Россией. И, пожалуйста, вот мы вам даем сейчас хаймерсы, но они так настроены, чтобы снаряды не попадали на территорию России. Более того, повторяет Байден постоянно, что мы не должны вступать в термоядерную войну с Россией. Мы не хотим этого. Путин верит в это и говорит, ага, отлично, а я буду продолжать терроризировать вас, шантажировать то там, то здесь и пить кровь из тела украинского народа. Прежде чем мы продолжим, я хочу сделать маленький шаг в сторону и рассказать нашим зрителям, у которых есть друзьям, знакомые, родственники в России, которые получили повестки или уже находятся в рядах российской армии, есть украинская государственная программа, которая называется «Хочу жить». В рамках этой программы она, собственно, призвана помочь военным армии РФ сдаться в плен украинским вооруженным силам. В описании под этим видео я оставлю номера телефонов, по которым могут обращаться военнослужащие или их родственники для того, чтобы спасти свои жизни. Это единственное правильное решение. Если вы уже оказались в рядах армии агрессора, вы можете либо дезертировать и вернуться в свой дом, либо сдаться в плен и тем самым сохранить себе жизнь. Номера телефонов вы найдете в описании под этим видео. Борис, мне кажется, очень разумное предложение, гуманное как минимум, поэтому рекомендую всем, у кого есть друзья, родственники или знакомые, посоветовать сделать правильное предложение. Прекрасное предложение. Еще одна информация, которую я хочу с вами обсудить, секретарь СНБУ Алексей Данилов уверен, что Украина вернет временно оккупированный Крым под свой контроль и окопы, которые роют россияне на полуострове им не помогут. Крым будет возвращен, возвращен обязательно тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы будем за Крым воевать и не будем ни у кого спрашивать. Это наша земля, она должна быть возвращена домой, сказал Данилов. При этом параллельно все чаще опять же в той же американской прессе поднимается тема, что вопрос деоккупации Крыма может привести опять же к применению ядерного оружия. Я вот хочу разобраться в этой истории, поскольку Украина настроена деоккупировать всю свою территорию до сантиметра, до границ 91-го года выгнать мокрыми тряпками врага, который пришел на нашу землю. И вот эти статьи, разговоры на тему, что возвращение Крыма может спровоцировать, как-то неоднозначно воспринимаются в украинском обществе. Как можете это объяснить? Вот это продолжение тех разговоров макроновцев о том, чтобы вот сегодня, когда украинская армия на подъеме, есть тот самый момент, я вам напомню слова генерала Милли, начальника штабов Генеральных штабов Америки, вооруженных сил Америки, Милли, помните, который сказал, что потрясающе, вот сегодня Украина отвоевала Херсон, вот тут надо бы и сесть за стол переговоров и говорить с Путиным с позицией силы, то есть диктовать свои условия, что, мол, вот мы можем и дальше пойти, лучше по-хорошему уходи, подпишем договор и так далее. Вот это все вместе в одном пакете. Это говорит о том, что вот эта вот, к сожалению, новая волна макроновцев, она набирает сегодня опять силу, и ей нужно противостоять любыми способами. Во-первых, нам хорошо известно, что рядом с Байденом есть два очень проукраински настроенных официальных лица в лице Блинкина и министра обороны Остина. Это первое. Второе, это Конгресс. В Конгрессе сегодня с приходом большинства республиканцев увеличится, будут слышны громче голоса ястребов, республиканцев, которые за неукоснительную помощь Украине, причем самыми последними видами вооружений. И вы это скоро услышите. И не случайно будущий спикер Кевин Маккарти назначил председателем ведущих комитетов в Нижней Палате самых рьяных сторонников Украины конгрессменов. Это председатель комитетов по вооружению, председатель комитета по финансам, председатель комитета по разведке и председатель комитета по иностранным делам. Все четыре конгрессмена уже были в Киеве и встречались с президентом Зеленским. Вот это дает мне надежду, что вот та волна Макроновская, которая сегодня начинает обороты, она будет погашена очень скоро. Очень скоро. И те 38 миллиардов, которые сегодня будут уже подписаны и узаконены, они не будут пустым чеком. Вы помните, ряд республиканцев были против, на публике против оказания помощи Украине в том виде, в каком Байден оказывает? Я вам приведу пример. 57 республиканцев были против принятия пакетов 40 миллиардов. Вы помните, в мае месяце? Так вот, сегодня речь уже идет не о пустых чеках, не карт-бланши, каким пользовался Байден, а о чеках, которые подкреплены конкретным видом вооружения. То есть, оборонка наша работает на всю, 24 часа, в этом нет никакого сомнения. Спецзаказы настроены только на Украину. Только. Более того, мы сейчас лоббируем с тем, чтобы открывали наши НЗ, неприкосновенные запасы, абрамсы, абрамсы, самолеты F-15, F-16, на которых уже украинцы прекраснейшим образом прошли обучение, а самолетов до сих пор нет. То есть, это все должно уже поставляться. Мы будем лоббировать, и слава богу, уверен, вот эти же, те, названные мной председатели комитетов в Конгрессе, они на подхвате. Они будут действовать так, как они это обещали до того момента, когда их выбирали. Но, слава богу, их тон не изменился. Они то там дают интервью, то здесь, то еще где-то. Тон не изменился. Даже Межер Грин, та самая больная на голову, республиканка, уже поменяла риторику. Она говорит, я не была против Украины, я хотела, чтобы был контроль. То есть, контроль, направленный против коррупции, как в Америке, так и в Украине. Но мы тоже за контроль, почему нет? Конечно. Великий Рейган оставил нам наследие одним из его изречений «доверяй, но проверяй». Вы помните? Так что и здесь это должно работать, и оно будет на пользу и Америки, и Украине. Я в этом не сомневаюсь. И в финале я поделюсь еще одной информацией. Сначала широкомасштабная агрессия России против Украины Соединенные Штаты Америки предоставили Украине более 19,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности. Об этом сообщил во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер. Мы благодарны за каждый доллар, который Америка предоставила нам в качестве помощи, за каждый вид вооружения, который был поставлен в Украине, и надеемся на продолжение этой программы и ее увеличение, конечно же. Спасибо большое, Борис, вам. Я закончу. Я с удовольствием хочу закончить. Во-первых, выписано уже, вот если будет еще эти 38 добавить, около 100 миллиардов, направленных на помощь Украине. Это выписано. А задействовано, вот вы правильно сказали, чуть более 20 миллиардов только. Ну, 19, сказал Пэт Райдер. Да, там где-то чуть, да, они говорят, ну, 20, считаю, приблизительно так. Так вот, сегодня меня радует то, что в деньгах, которые адресованы о помощи Украине, предусмотрено создание военной инфраструктуры в самой Украине. И честь и хвала украинским военным, которые уже сами изобретают те же дроны, которые успешно уже работают на фронтах, те самые дроны, которые упали и били самолеты российские под Энгельсом, они были украинские. Мы этого не знаем, господин Генн. Ну, говорят инопланетяне. Инопланетяне или боевые хамары. Возможно. Но честь и хвала, что это разработки украинские, и они будут продолжаться. И сегодня вот этими деньгами американскими предусмотрена поставка тех, той электроники, в которых украинские инженеры нуждаются для того, чтобы собирать и вводить в действие вот эти вот дроны. Причем они намного дешевле, чем даже те самые ракеты, которые стреляются хаймерсами, намного дешевле, и подручнее, быстрее их осваивают украинские солдаты и легко пользуются ими. Плюс к этому ряд других, не будем называть пока новых вещей, которые сегодня уже разрабатываются, будут в самой Украине. Таким образом создается плацдарм, платформа для будущей военной инфраструктуры Украины, которой весь мир будет гордиться. Я в этом не сомневаюсь, потому что главное достоинство Украины это интеллектуальный потенциал, который себя уже доказал. Насколько украинцы смекалисты, умны и могут легко осваивать любое современное, современные виды вооружений, основанные на высоких технологиях. Вот это вселяет надежду на то, что Украина вообще станет независимым государством, будет свою базу. И я с уговольствием скажу, что настанет день, Василий, я вам его напомню, когда мы в Нью-Йорке, в Манхэттене, откроем шоу-рум, выставочный зал тех товаров, той продукции, которые разработаны в Украине, имеющие такой лейбл Made in Ukraine. Вот это будет в ближайшие годы. Вы в этом убедитесь обязательно, дай бог. Дай бог. Это можно делать уже сейчас, для этого не обязательно дожидаться нашей победы. Украина богата талантами, это действительно и важная сфера. Поэтому такие шоу-румы должны появиться по всему миру. Господин Пинкус, я вам благодарен, правда, за этот интересный насыщенный разговор, спасибо вам большое. Благодарен и нашим зрителям, которых я еще раз попрошу подписаться на YouTube-канал Голованов. Если вы нас смотрите на платформе Фабрика Новым, то, пожалуйста, найдите в описании ссылку на мой YouTube-канал, подпишитесь, колокольчик. Это важно для продвижения этого видео и всех остальных видео на моем канале. Спасибо большое, берегите себя и ваших близких. До встречи. Господин Пинкус, благодарю, до встречи. Спасибо большое, слава Украине. Героям слава. Субтитры создавал DimaTorzok